Как ни странно, все думают, что бежавшие из России белогвардейцы это были богатые люди, которым было что терять и у которых было на счету во Франции или в Германии куча денег и всякое такое. Это были помещики, непонятно какие купцы и все остальное. На самом деле это все неправда, потому что совершенно разные люди от полунищих солдат и казаков до, естественно, очень богатых людей, которые еще до наступления Первой мировой войны вывели все свои средства на зарубежные счета и спокойно там припеваючи жили. Поэтому так случилось, что в эмиграции были представлены все социальные группы, которые мы знаем, начиная от представителей каких-то там меньшинств национальных, которые потом от России быстренько отсоединились. Я имею в виду и Северный Кавказ, и Малороссия, и там какие-то белорусы там западные и прочее. Они себя держали за границей как бы отдельно. Они создавали свои общества, создавали свои союзы, дружили с тем, с тем надо дружить, и особо не интересовались судьбами всей остальной России. Привело это к тому, что, допустим, в Испании во время Гражданской войны встретились одни и те же офицеры бывшей императорской армии, и до безобразия многие из них указывали на свое национальное происхождение. Князья там грузинские говорили о том, что они офицеры грузинской армии. Какой грузинской армии, может, существовало несколько месяцев буквально. Или украинская армия, при петлюе 11 месяцев или 10. Все про свое бывшее прошлое в рамках Великой империи они забыли. Это показатель того социального общества, которое попали эмигранты, где каждый сам за себя, где каждый ищет свои рецепты приготовления одних и тех же блюд и никак не может выйти из этого порочного круга. Поэтому были совершенно разные люди. Не только те, которые вышли с Франделем из Крыма. Ведь этот процесс начался еще с первым объявлением о том, что готовится к беспорядке, февральская революция и всякое такое. Многие осторожные и аккуратные люди быстренько сообразили, что пора уже, наверное, валить отсюда, как говорят сейчас у нас. Некрасивое выражение, но тем не менее. Они потихоньку, пока все эти события разбивались, они потихоньку уехали со своим имуществом, со своими семьями и уже на месте обживались. Поэтому возникла некоторая разобщенность в этом вопросе. Кто-то очень хорошо подготовился, а кто-то не подготовился совершенно. И в самый последний момент вскочил на подножку вагона и прибыл в эмиграцию, где есть все, где все чинно, благородно, мирно. Но он был без всего. Все его имущество, которое при нем было, это одежда на нем и что-то там в руках. В лучшем случае смена белья и, может быть, какие-то там фаминные ценности в виде Библии или чего-то. Естественно, люди, которые ушли из Советской России, которая была объявлена Советской, они не могли другие чувства испытывать. Если бы они испытывали другие чувства, они просто бы остались и мирно там выживали в новых условиях. Нет, как раз эти люди, чье вообще непонятно, какая вина на них лежала и почему совершенно по разным причинам они вынуждены были уйти в эмиграцию. Как раз для них-то огромное небо превратилось в такую маленькую букву одну. Они в первую очередь заботились о том, как они проживут вот этот единственный день. Вот они проснулись и думали, как они этот день проживут, на какие средства, как поддержать там членов семьи и как вообще заботиться о родине, которую они оставили. Потому что первые там месяцы, это месяцы ожиданий, когда же они наконец-то вернутся снова в Россию и дадут настоящее полное там отречение бой большевикам. Никто не хотел терять так просто Россию. Но это было выше сил. Я могу совершенно определенно сказать, что до середины 40-х годов вся эта вера всякими способами поддерживалась, она присутствовала. Почему? Ну потому что такой русский человек, так его ментальность устроена, что надеется на Господа до последнего. Причем разные совершенно рецепты. Если мы говорим про 1921 год, то должны были все эвакуированные вранделем силы собраться снова на российской земле и атаковать, атаковать, атаковать большевиков. Поднимать восстание у них в тылу. Отряжались даже специальные отряды, чтобы это все организовывать. Из казаков и охотников. Дальше надеялись на то, что вот в тяжелейших условиях, которых оказалась советская Россия в первые годы, ну начнутся массовые восстания, неповиновения, армия поднимется, та самая советская, новосозданная. В общем, на любые фантастические причины можно было надеяться, но этого не состоялось. Не прошли ни бунты, ни восстания, ни в Кронштадте, ни в Тамбовских землях. Нигде советская власть навострилась настолько ликвидировать все это, что больших проблем это не вызывало. И подневольное крестьянство ничем не смогло противостоять новым властям. Настолько были изворотливые методы, которые они применяли в своей повседневной деятельности. Ну опять же мы говорим о русске. Русске разное. Ведь я видел поздравительные письма генерала Семенова к Адольфу Дитлеру. Оно приобщено в копию этого письма к его уголовному делу. Там восхитительные слова. Наконец-то дождались там и все остальное. Я видел множество эмигрантских материалов, которые существовали, организации, которые вышли из России. Они были объединены по какому-то там цехолому. Признаку, допустим, казати Дона, а сами себе казати Кубани, сами себе Тверского войска. Но в то же время они все время объединялись, встречались, решали какие-то свои общеказачьи проблемы. Постарались это, по крайней мере. Для них это тоже было, для верхушки этих самых казачьих сообществ, это был благой, так скажем, момент. Они понадеялись, что фашист Дитлер совершенно серьезно поможет им решить проблемы, которые они не смогли решить ни за время гражданской войны, ни после нее. Это была мессия, который нес непонятно какое светлое будущее всем народам России и казакам, как к боевому, так скажем, корпусу белого движения в особенности. И в такой же последовательности думали и мыслили очень много других социальных групп, которые существовали в Европе и в Азии тоже. Все надеялись на резкую перемену курса, на потепление отношений внутри Советской Республики, на новые восстания неповиновения, на новый отказ советских властей от всех тех идеалов, с которыми они пришли к власти. Все на это надеялись. Но? Надеялись. Ну и кто-то там, естественно, какие-то свои шаги предпринимал, кто-то там начинал создавать какие-то собственные программы, что там делать и как бороться с Советской Россией, свои рецепты предлагать, идите русскому руководству в этой борьбе, стараться чем-то выделиться среди всего другого хора похожих голосов. Это было все, и отрицать это совершенно неправильно было бы. Когда спустя примерно 4-5 лет стало понятно, что возобновить снова в большом масштабе боевые действия на территории Советской России не удастся, барон Врангель принял решение о том, чтобы каким-то образом сохранить лучшие кадры его армии через посредство участия в определенного вида организациях. Они были созданы в огромном количестве, практически по всем странам европейским, и объединяли, опять же, тот самый цеховой признак. Допустим, военные инженеры в бывшей Югославии, они создали свой союз. Гусары создали свой союз, конногвардейцы свой союз и так далее. Эти все сообщества, они были совершенно разные, с большим или с маленьким количеством участников. Естественно, существовали на те доходы, которые имел каждый из их, так скажем, членов, отчисляли определенное количество денег ежемесячно на содержание общества. Они существовали более-менее спокойно до прихода Гитлера, допустим, в Германии к власти. Даже в Германии, несмотря на то, что Германия была соперником России в Первой мировой войне, эти сообщества, они нормально существовали и находили в лице немцев более понятливых и вменяемых, так скажем, людей, которые стремились им помочь. Конечно, менялось. Почему? Потому что, если на начальном этапе основные мероприятия Адольфа и Гитлера были направлены на очищение от, так скажем, нежелательных элементов социальных, которые, по его мнению, паразитировали долгое время в немецком народе, то немножко попозже, когда эта первая задача была решена, когда боевики Рэма и прочие примкнули к эсэсовцам Гитлера, когда он почувствовал свою такую силу конкретную, началась препарация над всеми остальными социальными группами, которые в той или иной мере могли влиять на внутреннее положение Германии. Гитлер готовился к огромной по масштабу войне, и было бы смешно, если бы он эту войну выиграл только за счет немцев, которыми там располагал. У него были совершенно определенные виды на все народы, которые он поэтапно потом начинает покорять. И русский народ, и русская эмиграция, которая там жила в Германии или в соседних странах, также входила в круг его первоочередных задач. Ее надо было тоже использовать с максимальной выгодой для Германии. Дружба между немцами и русскими началась еще вслед за совершением гражданской войны в пределах бывшей Российской империи. Как мы уже говорили ранее, часть эмиграции поселилась в Германии, потому что их не устраивало отношение, которое они нашли со стороны, допустим, тех же немитровных государств Прибалтики или финских властей, или где-то там еще севернее, или наоборот южнее. Оказалось, что непримиримые соперники, с которыми они дрались в штаковую Первую мировую, оказались более совестливые и более понимающие, несмотря на гиперинфляцию, несмотря на отправку десятков тысяч своих немецких детей на прокорм чужие страны, ту же Норвегию, они были более лояльны к русским, и они, как никто, понимали всю глубину их проблем. Поэтому уже в 20-е годы, в самом начале эмиграции, очень много офицеров, в первую очередь, генерального штаба, контрразведчиков, разведчиков, так или иначе начали сотрудничать с немцами. Это сотрудничество было для них достаточно интересное и продуктивное. Если уж в неблагоприятные 20-е это сотрудничество разбилось, то дальше было только лучше. Германия наравне с Францией и Югославией очень сильно привлекала эмигрантов своими возможностями, несмотря на те все проблемы, которые у самой Германии, допустим, существовали. Но обладая к тому времени не самой плохой военной промышленностью, хорошими инженерами и так далее, и тому подобное. Вот здесь русские люди, склонные по каким-то своим показателям, они нашли для себя благодатную почву. Они приехали и стали творить на заводах, в НИИ, в разных университетах, везде, где требовалась работа, большая умственная работа, интересная работа, направленная на улучшение положения в экономике. Эти контакты продолжались и с течением времени все усиливались и усиливались. Несмотря на то, что, как мы знаем, по результатам Первой мировой войны, Германия потеряла очень много возможностей. Это и стотысячные континентные сферы, и конкретное число офицеров, и прочее-прочее там унижение немецкого народа, которое, в конце концов, в улице к сороковым годам во Вторую мировую войну. Как я уже говорил, три основных казачьих войска имели возможность за счет тех средств, которые выручили от продажи мифических, я считаю, акций французам и англичанам на управление нефтяными участками на Северном Кавказе. Причем те самые конфессии, о которых мы говорим, были куплены этими двумя странами два раза. И у советского правительства, и у иммигрантов. Чтобы не иметь никаких проблем, они имели значительные денежные средства и могли позволить себе более-менее спокойную жизнь. И где-то там в Югославии спокойно встречаться, обсуждать все проблемы, выпускать журналы, газеты, непонятно что. Они собрались буквально спустя один или два дня после объявления Дитлером войны. Вы знаете прекрасно, что еще половина шестого утра немецкий посол в Москве думал, в каком же часу ему заявиться к Молотову и передать все-таки о том, что две страны находятся в положении войны. Он пока думал, немецкие самолеты, танки, пехотинцы перешли границу, начали бомбардировку и все остальное. Так вот, буквально вслед за этими событиями, как только в центральной прессе разных государств прошли сообщения о нападении Дитлера на Москву, на Москву и на Советский Союз, эти люди там же в Югославии собрались и приняли там объединенным своим кругом общение, целые документы в поддержку действий Адольфа Дитлера в Советском Союзе. Они предложили свои услуги в том, чтобы освободить эти земли от ненавистного жида коммунизма, как они обычно говорили. Ну, это те термины, которые фигурируют в документах. Они готовы были поддержать любую инициативу, которая с их стороны помогла бы им вернуть свободу своей стране бывшей и вернуть их самих с помощью волшебного там слова и прочее на те родные места, откуда они ушли там 20 лет назад. Поэтому это происходило не только в Югославии, это происходило и в Германии, и во Франции. Очень много народу обрадовались именно самому факту того, что у их бывшей родины появились большие проблемы. Но они были не всеми 100%, которые оценили именно таким образом это происшествие, я бы сказал, в таком всемирном масштабе. Очень много людей сильно расстроились, очень много людей вспомнили все те, что в их жилах русская кровь. И если у соседа сдохла корова, то это не пристало им радоваться именно этому самому печальному известию. Очень многие люди задумывались о своем месте в этой вот бойне. Все подразумевали, что две этих огромных державы с большим военным потенциалом, они быстро не успокоятся. И война будет идти долго. И каждый стремился определиться, в какой из социальных групп он окажется. И чем именно конкретный человек сможет в этой борьбе отличиться или наоборот не отличиться. Итак, я уже говорил, что начало войны было воспринято какой-то частью иммигрантов очень положительно. Все жаждали лезть в драку, несмотря на то, что основная часть это были уже давно немолодые люди, повидавшие жизнь по 50-60 лет, какая-то часть 40-летних, и новое поколение, которое родилось уже в эмиграции. Оно тоже, следуя в створе политики более старших поколений, оно тоже у него кулати зачесались. Но очень странно себя повели немцы. В начальном этапе войны они привлекли к себе только отдельные категории граждан. Несмотря на то, что по существующему законодательству во всей Германии обязаны были призываться все лица призывного возраста, независимо от гражданства. На начальном этапе немцы изъяли военных врачей, военных инженеров, специалистов по ремонту оружия и обладателей других очень редких специальностей, которые обязательно нужны в военное время. А все остальные их как-то особо не интересовали. Но после краха под Москвой, после краха под Сталинградом, все-таки нет-нет, из-за отсутствия резервов пришлось решать, что же будет с русскими, которые хотят воевать. Надо сказать, было множество подходов из этих самых военных организаций русской миграции. Как же все-таки напомнить дилеру о том, что они существуют и они готовы воевать с советами. Но сформировано было такое мнение у Дитлера, что большинство иммигрантов это подвластная большевистская власть агент. До смешного, допустим, доходит, когда во Франции, тому же, допустим, стороннику Дитлера во Второй мировой войне финскому послу говорят, 80% русских это советизированные личности. И доверять им ни в коем случае нельзя. Но, тем не менее, в 43-м году как-то начинается движение. Мы здесь можем говорить и про создание главного управления казачьих войск во главе с бывшим атаманом Красновым. Здесь и казачий стан, который он же опять же возглавил. Здесь и русский охранный корпус, который начал формироваться в Южной, так скажем, Европе, в Югославии. В основном, все эти формирования выполняли второстепенные функции. Но что такое второстепенные функции? Это подмена немецких частей, которые в это время успешно дрались на фронте. А в тылу они охраняли железные дороги, электростанции, мосты, каких-то неблагонадежных людей в канцеладерях, какие-то там еще объекты важнейшие инфраструктурные. Все это вспомогательное было ничем иным, как очень даже деятельная помощь немцам. Несомненно, мы вспоминаем знаменитую Локотскую республику, созданную уже в 1941 году на территории оккупированной Орловской области. В одном районе вдруг выступили с инициативой учреждения собственной республики, которая существовала на хозрасчетных таких условиях. Сдавала немцам установленные им твердые задания, как и в Советской России, в колхозе. Но в то же время принимала участие в обороне и защите своих интересов от всякого рода диверсантов, парашютистов, партизанов и все остальное. То есть конкретное маленькое государство, в котором царили свои законы, они никак не мешали немцам в их планах, но в то же время избавляли их от множества головных болей. Так вот, это движение постепенно разбилось до такого масштаба, что эти вот вооруженные силы, так скажем, стали исчисляться десятками тысяч. И вот тогда уже у немцев возникают вопросы, как их использовать правильно. Ну, прежде всего, для прочесывания лицов, мы знаем, что Брянской области тогда не было, а была только одна Орловская, ну, в первую очередь, для борьбы с партизанами. Все эти, так скажем, большие войска занимались гарнизонной охранной деятельностью, боролись против партизан, а потом, когда на Курской дуге стало совсем плохо, их просто отвели в Белоруссию. В Белоруссии они схожими проблемами занимались. И подсчитаны даже те убытки, которые понесли значит, партизаны подпольщики и прочие. Это десятки тысяч людей. Десятки тысяч людей. Потом уже из Белоруссии вся эта Орда ринется на Варшаву. Усмирять тамошнее восстание. И усмирять до такой степени, что те десятки тысяч жертв, на советской территории, пополнятся новыми тысячами человеческих жизней уже в Варшаве. разнузданно, совершенно бесчеловечно, грабилось все, что можно, насиловалось все, что можно. Это все стало причиной того, что значит, как боевые единицы, эти вот формирования, они значит, потом будут ликвидированы, переформатированы, направлены в Италию, чтобы там уже где-то как-то бороться и с партизанами, и с высадившимися потом уже союзниками. В Европе они себя проявили как, ну, не знаю, хуже, наверное, бандитов Махно. Вот. Но урон от их участия на стороне Дитлера исчислялся определенно десятками тысяч жизней. И, естественно, это все шло в доход Дитлеровскому руководству, потому что даже десять тысяч человек убить, это тоже нужно и людей найти, и средства выделить, и оружие закупить. А тут Орда, которая там сама себе создает и материальное благо, и распределяет их, оно само, так скажем, совершенствующийся механизм, который делает то, куда ему там покажут пальцы. Там не ставилось определенных конкретных условий, чтобы там доказывать свою принадлежность казачеству, да, туда могли принимать и обычных офицеров, старой еще царской армии, но если те комиссии, которые там существовали на приеме, да, пропускали это все, это были и старые казаки, которые к 20-му году воевали с советской властью на Северном Кавказе или в Центральной России, это были уже и их дети, потомки, да, это были другие люди, которые видели себя, свое будущее именно вот в этом эпизоде борьбы в казачьих частях, это и русский охранный корпус, и казачий стан, и все остальное, и кавалеристы какие-то формирования в вермахте, и гренадеры в любой вид, который тогда использовался, любой доброволец мог претендовать пойти туда и записаться, если об этом объявлялось. Но казачество виделось в монолитной такой форме, казачество хотело воевать со своими казаками и на тех принципах, которые за прошлое казачество были выработаны. Казачьего выдача англичанами в их зоне ответственности и оккупации казачьего стана того же самого с женами и казаками, как это было достигнуто, насильственно заставили уйти, так скажем, вернуться в Советский Союз, и там последовала уже расплата. Если для верхушки руководителей расплата была в виде повешения во дворе Верховного Совета или военной коллегии, то для остальных к тому времени наконец-то научились понимать, что мертвый человек не представляет из себя никакого интереса. А вот заставить этого живого человека 25 лет работать на стройках коммунизма это совершенно другое дело. Поэтому обычная практика от 10 до 25 лет лишения свободы ВТЛ. И уже потом направляли и членам семьи естественно, а куда деваться, они же тоже ведь какое-то там отношение имели к своим главам семей. Если те антисоветчики, то они члены семьи и естественно они такие же антисоветчики. Это коснулось огромного количества людей и они в местах лишения свободы находились одновременно с другими социальными группами. Это и полицаи и всякие украинские националистические формирования бандеровцы, ауновцы непонятно кто. Сборная солянка. Они и так-то себя друг особо не любили. А там можете себе представить в зоне в одной рядом в браках спать со своими непримиримыми тоже врагами, с которыми еще гражданскую они там воевали. Когда там Петлеровы и прочее. Это трагедия. Почему? Потому что стоило ли бороться несколько лет в гражданской войне, потом жить непонятно в каком зарубежье, чтобы потом оказаться в итоге в тот лагерь, от которого они бежали в 20-м году. в 2-м году. В 3-м году в 3-м году в 3-м году в 3-м году в 3-м году